Как связано мышление и уровень дохода? У вас может быть очень хорошее мышление, вопрос про что вы думаете. Если вы думаете про доход и используете для этого мышление как инструмент, у вас будет больше доход, чем если у вас этого нет. Если вы думаете про что-нибудь, что вам интересно и душе приятно, то доход может быть будет меньше. Целенаправленное мышление как инструмент – это способ решения задач. Дальше вопрос, какие задачи вы перед собой ставите. В целом люди, которые занимаются бизнесом, достигаторством и так далее, это люди специальные. Я ненавижу бизнесом заниматься. Это для меня просто выморачивающее. Я могу быть, если меня поставить, я могу управлять бизнесом. Всех организую. Я как военный действую, понимаете. Меня же с детства, как бы сказать, ровняй смирно, руки вверх. Все мои команды. Поэтому как управленец я нормально. Но вот как бы просто взять и начать, чтобы… Вот это… В страшном сне, понимаете. В страшном сне. Вот. А кому-то вот просто прет. И это особое состояние. Вот. Проблема состоит в том, что с будущим опять. Понимаете. Скоро индивидуальный небольшой бизнес, но главное, как бы, ожидание – это что такое? Это вымывание среднего бизнеса. Ну, среднего… Я просто не понимаю, как в России, что считать средним, что считать не средним. Вот. Но в целом, конечно, корпорации будут забирать все на свете. И просто молодые люди не будут работать в бизнесе, который требует самоотверженности. Любой частный бизнес, он в некотором смысле требует самоотверженности. А неважно. То есть, вот как бы… Вот это… Если вы чиновник, у вас… Восток-то начинается, Восток-то заканчивается. И все, вы свободны. Если вы в бизнесе находитесь, вы даже не собственник, не руководитель и так далее. Ну, как бы… Как вы откажете, когда вам позвонят в 12 часов ночи и скажут, что у нас тут вообще катастрофа. Давай беги, заменяй, подменяй и так далее. Клиенты воют и так далее. Ну, что делать? Он требует самоотверженности. Такой самоотверженности будет все меньше и меньше. Мы вообще идем вот к прикариату. Это отсутствие постоянной занятости. Такое вот, как бы, отсутствие системной профессии. Просто куча навыков. И отсутствие постоянной занятости. Вот. И корпорации, они будут, так сказать, на этом поле все делать, унифицировать максимально там и так далее. И я думаю, что, как бы сказать, это наш… Поэтому, как бы, бизнес – это хорошо, по крайней мере, пока. Вот. Вот. Дальше тоже нужно понимать, что мы не сможем составлять конкуренцию. Ну, то есть, я просто еще боюсь понимать, что изменится потребительское поведение. Вот. Вот. Раньше тоже, понимаете, вот, потребление, оно было связано со статусом, с образом там и так далее. И сейчас люди ходят где угодно, как, в чем угодно. Ну, то есть, вот, мне, например, неловко было бы в майке читать, выступать перед аудиторией. Это старые, загодные. Вот. Но современные эти лекции, выступающие и так далее, ну, как бы, они не будут так делать. Вот. И вот, как бы, все, что раньше как-то было связано с определенным стилем поведения, с определенным статусом, да, вот, оно будет… Ну, как бы, мы же сейчас переживаем смерть брендов. Сейчас вся одежда от брендов выглядит как могила. Крупными буквами написано «Баленсиага» или «Дольче Габбан». Ну, раньше было, ну, как бы, надо было, чтобы было понятно, но чтобы было… И поэтому у каждого бренда был стиль. То есть, вы могли посмотреть и сказать, это «Версачи», а это «Дольче Габбан», а это там «Пол Смит». Вот. Потому что были знаки, которыми они там себя окружали. Сейчас крупными буквами написано. И, так сказать, ну, это к смерти. Потому что следующий этап уже будет всем безразлично. Ну, как бы, что там написано, написано ли вообще, кто писал. Вот. Просто вот магазины для бедных и для богатых – это вот как Дубай, город. Это спальный район для миллионеров. Там реально спальный район, весь город. И большой молл в центре города. И вы вот заходите в этот молл, и, значит, очередь, значит, во все магазины, как в универсамах раньше было. И там продается все брендовое за безумные деньги. Люди стоят в очереди в сумках с авоськами такие. Заходят. Значит, сами бутики не выглядят, как бутики. У нас-то, наверное, как в музей. Заходишь там где-нибудь в этих, как его, в Ницах и прочее. Там музей. А тут просто вешалки висят. Все развалено, наложено, понимаете, и так далее. Вот давайте, богатей, хватайте наше имущество. Вот. Да. И вот будет вот такое. Одни будут жить так. Ну, то есть, по сути, будет все то же самое. Там только очень жарко. Я вообще не понимаю, зачем туда ехать.